Здравствуйте! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Шепилова и в начале выпуска коротко о главном к этому часу. Почтили подвиг героев Великой Отечественной на главной площади Минска губернатор Александр Бурков с рабочим визитом в Белоруссии. КОВИД-19 набирает обороты. Оперштаб в эти минуты определяет, насколько режим в регионе требуется ужесточить. Первые подробности в прямом включении из Дома правительства. Получат доступ к секретной военной технике. В Омске научат ремонтировать уникальный танк 21 века Армату. Совсем другой футбол. Речники провели первую игру на родном стадионе и впервые с начала сезона победили. Болельщики буквально бились за шанс попасть на этот матч. Трибуны было разрешено заполнить только на 30%. Как омский иртыш потушил воронежский факел. Куда съездить, что посмотреть или где веселее отпраздновать Новый год. Студенты создали мобильный путеводитель по региону. Александр Бурков с рабочим визитом сегодня находится в Белоруссии. Программа «Насыщенная» во главе с губернатором делегации Омской области уже успела принять участие в ряде мероприятий. В частности, в Минске гости возложили венки к монументу победы и почтили память павших героев у мемориала с вечным огнем. И сегодня же Александр Бурков встретился с Александром Лукашенко. Одной из главных тем стало развитие товара оборота. По мнению президента, объем должен составлять как минимум 100 миллионов долларов в год. Наш регион закупает в соседнем государстве машины для пылевых работ, материалы для производства шин, мебель, а также краски и лаки. Кроме того, в Омске налажен выпуск сельхозтехники на одном из совместных предприятий. Действует дилерская сеть белорусских производителей открытых акционерных обществ. Посетит омская делегация и выставку «Белагра». Это аналог Агро-Омска, где демонстрируют последние достижения сельхозотрасли. Ситуация с COVID-19 не улучшается. За последние сутки 88 человек получили диагноз коронавирус. Всего с начала пандемии новая инфекция. Это выявлено уже у почти 11 тысяч амичей. Увеличилась и печальная статистика. С болезнью не справились еще три человека. Всего погибли уже 293 пациента. Что касается цифр по России, они также растут. За сутки 8 135 новых случаев. И в эти минуты в Доме правительства продолжается заседание Оперштаба. Специалисты решают, как действовать дальше. С большой долей вероятности, можно сказать, что режим повышенной готовности будет продлен. Скорее всего, останется обязательным и ношение масок в общественных местах и транспорте. Так ли это, расскажет Денис Ионос. Он с нами на прямой связи. Денис, известно ли уже что-то? Катя, приветствую. Действительно, заседание Оперативного штаба еще продолжается. Но уже известно, что в качестве предложения там обсуждается вопрос продления режима повышенной готовности и масочного режима сразу до 31 октября, то есть больше, чем на месяц. Кроме того, пока еще только в качестве рекомендаций работодателям предлагают перевести на удаленную работу людей старше 65 лет. Ну и, конечно, усилить контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима. Напомню, что сейчас и режим повышенной готовности, и масочный режим действуют в нашем регионе пока до 30 сентября. Но надо сказать, что работают все эти ограничения не только на бумаге. Министерство региональной безопасности совместно с полицейскими проводят рейды практически ежедневно. Вот только за последние несколько дней составлено уже около 80 протоколов. И надо сказать, что большая часть из них, если быть точнее, то 56, составлены как раз-таки на водителей транспортных средств. То есть они ездят, управляют автобусами, троллейбусами, маршрутками без масок. Ну, чего уж говорить о людях, находящихся в салоне, которые тоже иногда пренебрегают этой мерой безопасности. Напомню, штрафы это от 1 до 300 тысяч рублей для тех, кто оказался в транспортном средстве без маски. Кать, безусловно, мы дождемся окончания оперативного штаба, чтобы подтвердить или опровернуть те предложения, которые были только что озвучены на заседании, ну и о которых я сейчас рассказал. Поэтому думаю, что в 19.30 в новом выпуске «Часа новостей» вся эта информация уже будет мне известна. Спасибо, Денис. Денис Илонас из Дома правительства, где продолжается заседание оперштаба по коронавирусу. Теперь к другим темам. Убил возлюбленную на глазах у детей, а теперь отправится на 15 лет в колонию. Областной суд вынес приговор Амичу, который жестоко расправился с бывшей сожительницей. Андрей, вы вину свою признаете? Вам детей не жалко? Мужчина уже был неоднократно судим, в том числе под тяжкой статьей убийства. По версии следствия, на этот раз он напал на возлюбленную, потому что та не дождалась его из тюрьмы. Разъяренный мужчина тайком пробрался в квартиру, для этого выбил окно на кухне. Проник в квартиру своей сожительницы, в которой находилось двое малолетних детей. При этом в ходе возникшего между ними конфликта, возникшего на почве ревности, имевшимся при себе ножом, нанес потерпевший один удар в область груди слева, отчего последняя получила телесные повреждения, вида колотой резаной раны, сердечной сумки и скончалась на месте совершения данного преступления. В момент конфликта дети находились в комнате, видели обстоятельства произошедшего, плакали. Дети пытались спасти маму. Восьмилетний мальчик вызвал скорую, его 15-летний брат пробовал закрыть рану. Однако женщина скончалась еще до приезда медиков. В последнем слове обвиняемый заявил, убивать не хотел, просто не рассчитал силу, при этом детей не заметил. Однако судью такие доводы не убедили. В колонии МИЧ проведет 15 лет. Что касается сыновей погибшей женщины, их будет воспитывать бабушка. Омские курсанты научатся ремонтировать танки «Армата». В автобронетанковый институт собираются поставить военные платформы в разрезе, а также отдельные узлы, механизмы и другие наглядные пособия для будущих инженеров. Уже в этом году с новыми машинами смогут познакомиться учащиеся старших курсов. Тем временем в Казанском танковом училище курсантов научат управлять уникальными боевыми машинами. «Армата» — самая сложная бронетехника из всех ранее принятых на вооружение. Главная особенность — необитаемая башня. Экипаж находится в защищенной бронекапсуле в корпусе, откуда дистанционно управляют оружием с помощью средств так называемого технического зрения. То есть танкисты не пользуются классическими оптическими приборами. Доказали, что тяжелая техника может легко входить в повороты в скорости и мастерстве управления машинами. Сегодня соревновались омские дорожники. На грейдерах и бульдозерах маневрировали по специально организованной трассе. Площадку для состязаний подготовили возле Чукреевки. Водителям пришлось не только гонять на спецтехнике, но еще и демонстрировать аккуратность и внимательность с помощью шариков и бутылок. Денис Жарков с подробностями. Задача проехать трассу — сбив все пластиковые бутылки. При этом подставки, пеньки, должны устоять. На неповоротливом и тяжелом грейдере сделать это непросто, признается механизатор Алексей Шнейдер. Задание выполнил, но один пенек все-таки сбил. Впечатления, конечно, такие сложные. Надо побольше таких конкурсов вставить, потому что я, допустим, второй раз. Интересно. Можно, конечно, так поучаствовать с ребятами. Ну, к этому, конечно, надо готовиться. В традиционном конкурсе профмастерства машинисты грейдеров участвуют впервые. В этом году круг участников расширили. Среди новичков также машинисты-погрузчиков и водители легковых машин. Их состязания пройдут на этой неделе. А сегодня класс показывают механизаторы на тяжелой дорожной технике. Бульдозеристы давят шарики, стараясь не повредить поддон. Круто, наверное, такая. Я чувствую курс. И вот, знаете, что легко, потому что у меня стажа 30 лет. Для меня это сложности не будет. Место для соревнований возле поселка Чукреевка выбрано не случайно. Техника не просто месит грязь, а в ходе следующих конкурсных заданий сделает первые шаги по благоустройству. А комиссия оценит ловкость, внимательность и аккуратность участников. Запланированные работы были определенные. Ну, чтобы зря топливо не тратить, совместить полезное с приятным. Здесь будет производиться планировка территории с сохранением зеленых насаждений. Бульдозерами засыпаться ямы, биридерами планироваться вообще территория. Предусмотренные теоретические задания машинистам предстоит проверить знания правил дорожного движения и инструкции по охране труда. По итогам конкурса выберут тройку лучших. Главный приз обещают вручить уже сегодня. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. А вот о чем расскажем в итоговом выпуске «Часа новостей» в 19.30. Дорога еще не достроена, но уже раскритикована. Речь об отрезке дублера улицы 70 лет Октября. Участке от Третьей Островской до Митромоста. Ширина проезжей части здесь всего 5,5 метров. И многие водители, не дожидаясь открытия, стали жаловаться. Здесь будут вечные пробки, автомобили не разъедутся. Однако транспортники нашли решение. Этот участок позволит пропускать в час до тысячи машин. В минуту это порядка 16 машин. Поэтому участок будет использоваться эффективно и действительно разгружать левый берег. И даже не придется ничего перестраивать и устанавливать умные светофоры. Какая схема движения окажется эффективной. И когда омские водители смогут в этом убедиться. Сокровища со дна реки Вами строители случайно обнаружили старинное судно. При благоустройстве набережной зацепили ковшом экскаватора баржу и причальную стенку. Возраст которых, по предварительным данным, может превышать 100 лет. То, что наткнулись на историческую ценность, рабочие даже не поняли. А вот омские археологи уверены, река скрывала уникальные экспонаты. Причал, выполненный из лиственничного бруса, сохранился даже спустя 100 лет. Строили мастера на века, причем без бетона и цемента. Чтобы находки представить зрителям, их необходимо признать археологическими памятниками и восстановить. Так делают, к примеру, в Скандинавии. А вот в каких краях ходила омская баржа и удастся ли в нее вдохнуть вторую жизнь? Анна Черных вместе с историками раскроет все подробности операции по спасению. Беседа о тайных страницах истории. Гостем студии радио Монте-Карло Омск станет специалист, который знает все о самых неоднозначных и засекреченных событиях. Историк отечественных спецслужб, генерал-лейтенант в отставке Александр Сданович. Ведущие Владимир Мутовкин и Артем Савичев расспросят собеседника о том, почему история это все-таки наука. Как и зачем ее фальсифицируют. И можно ли говорить о том, что сегодня стали чаще искажать исторические факты. Также профессор расскажет о самых секретных спецоперациях времен Великой Отечественной. И ответит на вопросы слушателей, которые можно будет задавать завтра во время прямого эфира. Начало трансляции в 10.30. Интервью можно посмотреть и на 12-м канале, а также в нашей группе ВКонтакте и на Ютубе. Больше не последний. Омский Иртыш одержал первую победу в ФНЛ и поднялся на строчку вверх в турнирной таблице. Главным аутсайдером теперь стал воронежский факел, который наша команда и обыграла. Завершить матч в свою пользу речникам помогли болельщики и родные стены. Футболисты наконец-то вернулись домой. Напомню, два месяца Иртыш играл в Подмосковье. Омский спорткомплекс «Красная звезда» не соответствовал необходимым требованиям лиги. Чтобы речники могли вернуться в родную гавань, на Манеже провели реконструкцию, заменили искусственный газон, освещение, отремонтировали трибуны. Об атмосфере и самых ярких моментах матча расскажет Анна Черных. Болельщики буквально бились за шанс попасть на этот матч. Трибуны было разрешено заполнить только на 30%. А значит вместить они могли не 3000, а всего 900 человек. Билеты раскупились за пару часов. И сегодня зрители с замиранием сердца следят за игрой. Болеют за команду и надеются, что их поддержка поможет игрокам. На трибунах ярые фанаты речников, воспитанники спортшколы, бывшие игроки Иртыша. Все как один желают команде одного, наконец, одержать победу. Ты часто такие матчи смотришь? Да, всегда. Чего хочешь от сегодняшнего матча? Чтобы наши выиграли. Я очень давно ждал этого. Я надеюсь, что это первая игра будет, первая победа, точнее ФНЛ. И поэтому надеемся, верим, ждем, болеем, кричим. В свое время играл в эту команду, поэтому душой по-прежнему принадлежу, и мое сердце принадлежит этой команде. Сильно переживаю, слежу, болею. Как думаете, родные стены помогут? Несомненно. И действительно помогли. Иртыш начинает игру с активных атак. И уже на 13-й минуте открывает счет. Правда, и не без помощи соперника. Наш нападающий Артем Третьяков мощно прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную. Защитник факела пытается отобрать мяч, но загоняет его в свои же ворота. Все тот же Третьяков активный прострел. И это автогол. Во втором тайме факел переходит в наступление, но Иртыш выстраивает грамотную защиту и не пропускает ни одного мяча. Очень долго мы ждали этот приезд. Не совсем у нас на чужбине получалась игра, брать очки. И все, не будем скрывать, очень надеялись, что вернувшись домой, мы одержим сразу же первую победу. Выходили играть только на победу. Другой задачи у нас даже и не было. Новый тренер Иртыша Евгений Харлачев признается, после стольких поражений команда действительно пребывала в подавленном состоянии. И эта победа была нужна им, как глоток свежего воздуха. Я вижу, что у ребят загорелись глаза, вот эта жажда игры, желание побеждать. То есть это все видно. Ну и еще раз говорю, что надеюсь, что это будет расти только. И они будут стремиться к этим победам. Надеюсь, что они поверили в свои силы. После 12 игр у нашей команды 5 очков. Следующий матч назначен на 4 октября. Иртыш должен встретиться с Шинником в Ярославле. Но пока он под вопросом, у игроков команды противника выявили коронавирус. Впрочем, пока речники продолжают готовиться к матчу. За очередой поражений, наконец-то должна наступить череда побед. Анна Черных, Дмитрий Алдегепченко, 12 канал. Ликовали в минувшие выходные и фанаты «Авангарда». «Ястребы» вернули себе первое место в КХЛ, в сухую переиграв «Металлург». Команды проводили уже второй очный матч. Первый завершился разгромной победой «Ястребов» 4-0. Повторная встреча вновь осталась без голевой для уральцев, которые так и не смогли пробить Эмиля Гарипова. Хотя и нанесли 34 броска в створ его ворот. Ну а «Авангард» же к своим моментам отнесся более рационально. Сначала «Корбин Найт» завершил изящную комбинацию Секача и Толчинского. Отправив шайбу в пустой угол, точку поставил Сергей Шумаков, поразившись пустые ворота. После матча защитник Амичей Семен Чистяков дал оценку игре своей команды. Очень хорошая игра получилась. Обе команды были заряжены сегодня. Очень хорошие скорости. Очень хорошо мы сыграли в обороне. Не дали прочистки сопернику шансов. В конце концов, сыграли наши ворота. Хорошие рабочие люди. Внесли свой вклад в победу и болельщики. «Авангард» поддерживали не только жители Москвы, но и Амичи. Команда организовала массовый выезд фанатов из Омска. Команда нам помогает. Команда оплачивает билеты на самолеты. Я думаю, что это основная статья расходов, которую клуб берет на себя. А уже жилье, питание, конечно, ребят сами. Первый день хоккей, да, мы поболели за нашу команду. Второй день – это выезд в город в Москву, посмотреть основные достопримечательности. Но также, безусловно, по Балашихе гуляли. Пехорка, прекрасный парк. То есть тут есть тоже где разгуляться, поэтому можно в Москву не уезжать. Чтобы попасть в число счастливчиков, болельщикам необходимо посещать фан-зоны, участвовать в конкурсах и активно проявлять себя на матчах молодежки. Ну а следующую встречу наша команда проведет завтра, 29 сентября, в Балашихе с финским Йокеретом. 12 канал, как всегда, покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 22.00. Карта путешествий по Омской области в кармане туристам. Наконец-то презентовали мобильный путеводитель по региону. Разработали его студенты. В приложении собраны достопримечательности, лучшие места для фотосессий, туры и экскурсии. Расскажет гиды, куда лучше отправиться на отдых с детьми, а также покажет локации для экстремальных сплавов по рекам и прыжков с парашютом. Каждую заметку сопровождают подробное описание и контактная информация. Удобно, что даже заехав в глухую деревеньку, где нет интернета, приложение не отключится. Для этого понравившиеся объекты нужно предварительно добавить в избранное. Мы для удобства все объекты распределили по категориям. Допустим, природные объекты, музеи, театры, например, средства размещения. Вы можете зайти и сразу же выбрать то, что вам нужно по тематике. И также мы еще собрали их в подборки. Например, топ-10 самых интересных мест Томской области. Например, те места, куда можно съездить с детьми. Ну и еще какие-то. Эти подборки будут меняться в зависимости от сезона. Что-то, что актуально будет добавляться. Так, уже зимой появится новая подборка, в которой авторы расскажут, где отпраздновать Новый год. Понравятся сервисы гурманам. Список кафе и ресторанов будет постоянно пополняться. Туристический гид уже работает и доступен пользователям Андроид. Скачать его можно в Плеймаркете. Для айфонов приложение появится в ближайшее время. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра, 29 сентября, в городе облачная температура ночью 2,4 градуса выше нуля, днем до плюс 10. В районах в ночные часы термометры покажут плюс 2, плюс 5, днем 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Следующий выпуск новостей в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова